уважаемые девы всем доброго времени суток вы на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта включительно каким для вас будет этот период события этой неделе мы просматриваем в общем самые важные моменты которых вам нужно знать относительно вашего дома семьи близких людей вашей профессиональной сферы рассмотрим ваше финансовое поле возможные доходы расходы денежные поступления вложения а также долги и кредиты внешний мир любые скрытые факторы любого рода контакты и связи подводим итоги этой неделе также в раскладе будет карта основного совета или карта форс-мажора и традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которая достану самой последней после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании работаю я сегодня на колоде таро парацельса а помогать нам будет оракул полной луны который вы также видите на столе но вторую колоду я буду больше использовать для дополнений в конце основного расклада кому нужно больше время чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу и напоминаю что те кто знает свой асцендент вы можете просматривать расклад и по асценденту размещайтесь поудобнее и мы с вами приступаем колода готова и ваша первая карта уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению что примечательно что расклад начинается со старшего аркана закрывается старшим арканом и в малом кресте вашей судьбы я также вижу три старших аркана 7 старших карт говорят о том что неделя очень важно для чего-то закладывается очень важный фундамент к чему-то вам важно очень хорошо подготовиться будут какие-то неотложные задачи то что нужно будет решать здесь и сейчас не перенося на потом я вижу что есть какие-то сложности касающиеся рода дома семьи может быть ваших близких людей когда кто-то нуждается в вашей помощи либо стоят вопросы имущества может быть вопросы здоровья кого-то из болеющих лично вам также стоит особое внимание в этом периоде обратить на свое здоровье неделя благоприятная для того чтобы заняться собственным лечением или корректировать свое здоровье почему я так говорю потому что ваш расклад начинается с карты старшего аркана отшельника эта карта может показывать общую физическую слабость усталость недомогания при этом я перед собой вижу очень сильных духом людей тем не менее о своем физическом теле стоит позаботиться для кого-то эта карта может показывать возрастные изменения происходящие в организме и возможно себя нужно просто чем-то подкрепить или поддержать для кого-то это могут быть дежурные обследования ни к чему не обязывающие для собственного спокойствия тем более что второй картой для вас выпала та самая карта суда которая может показывать больничные заведения врачей выписки назначено лечение но скорее всего поэтапно если вы займете своим здоровьем в периоде вы себя почувствуете гораздо лучше особенно это актуально для тех у кого есть хронические заболевания если кто-то из ваших близких нуждается в коррекции здоровья тоже стоит помочь им потому что от вас этого ждут первая карта говорит о том что вы очень много рассуждаете о жизни вы очень глубокий человек тонкой душевной организации карты показывают огромную житейскую мудрость накопленную годами это опыт накопленная база знаний которыми вы могли бы делиться с другими людьми но при этом я вижу что есть желание уединиться по быть одному или одной и такое уединение вам необходимо когда вас никто бы действительно не беспокоил вы так быстрее восстанавливаетесь если меня смотрят люди которые занимаются эзотерическими практиками такими как врачевание лечение вы являетесь психологами или астрологами вы действительно кому-то по первой карте могли бы помогать но я вижу что вы и сами сейчас нуждаетесь в чьей-то помощи или в чьих-то советах что важно вы не должны ни в чем сомневаться то что касается вашей жизни если вы принимаете какие-то решения о неверные ваш внутренний голос и ваша интуиция ни в чем не ошибается поэтому следуйте зову своего сердца может быть просто для кого-то важен в вашем ближайшем окружении ваш совет ваша поддержка как вы кому-то можете оказать такую психологическую помощь так и вам ее кто-то может оказать если вы все-таки по поводу чего-то затрудняетесь если говорить о начале этого периода скорее всего вы не захотите посещать какие-то людные места вам действительно требуется уединение даже если вы работаете вам нужно состояние полного покоя так чтобы вы на чем-то могли сосредоточиться на входящие события для вас выпла карта старшего аркана суда она может показывать не только родовые программы проблемы сложности то что касается кармы судьбы рода и лично вас как отработку может быть каких-то программ которые вы сейчас проживаете для кого-то эта карта может напрямую проиграться как дела судебные или то что может проходить через госдома госструктуры то есть любого рода бумаги документы скорее всего если у вас решаются такие вопросы ваш вопрос сейчас открыт ним нужно заниматься и вам нужно максимально включаться потому что здесь нужно искать дополнительную поддержку в лице других людей как только вы начинаете что-то делать эта помощь приходит и в чем-то появляется больше ясности ваш вопрос должен быть под полным контролем что-то здесь нельзя пускать на самотек по этой карте вам очень сложно сосредоточиться на каких-то своих проблемах потому что здесь масса проблем других людей которые вы пытаетесь решать и кому-то помогать но вам в то же время помогают высшие силы вы показаны как человек очень обязательный и ответственный если вы берете за какие-то процессы вы доводите их до конца в малый крест вашей судьбы в малый крест вашей судьбы выпал старший аркан звезд а это уважение в обществе это признание каких-то ваших заслуг это образование уже как имеющиеся и возможно чему-то развиваться и учиться в каком бы возрасте вы не находились я вижу что у вас очень много проектов вы человек который может применять свои знания на практике в большой крест вашей судьбы выпало также два старших аркана эта карта повешенного и карта императора на внешний мир выпала мужская фигура и карта может говорить о том что из внешнего мира на вашу жизнь может влиять некий мужчина от которого что-то зависит скорее всего в отношении этого человека либо вам чего-то приходится ждать из-за чего то есть большие переживания может быть у этого человека от которого зависит какая-то помощь для вас идут какие-то свои ограничения у вас могут быть моменты когда вам на душе крайне тяжело но вы с вот этими состояниями должны уметь бороться показано что темная полоса вашей жизни затянулась есть и то что у вас действительно может ограничивать в определенных действиях но внутри своей собственной жизни вы очень многое способны менять в центр вашего расклада выпала четверка чаш карта благоприятна несмотря на то что она показывает здесь человека скучающего человека находящегося в состоянии меланхолии или грусти то есть карта все-таки может говорить о легкой подавленности каких-то жизненных разочарованиях вы переживаете о том что ранее упустили какие-то возможности или сейчас не использовали какие-то возможности в то же время перед вами три полных кубка а это ресурс и это не одна возможность что-то в своей жизни менять при этом у многих из вас очень хорошие и надежные тылы в лице ваших родных и близких тех людей на которых вы можете рассчитывать у тех у кого есть основная работа я не вижу того чтобы вы потеряли свою работу но хочется больше отдохнуть нежели работать хочется больше каких-то перерывов или передышки может быть ввиду того что вы устаете но зарабатывать по этой карте вы можете то есть в вашей жизни есть определенная равновесие ли стабильность и карта императора тоже под номером четыре показывает определенную стабильность вас поддерживающую от важного для вас человека в дом финансов для вас выпала карта двойки динария и она говорит о том что для того чтобы заработать все-таки приходится похлопотать побегать посуетиться карта может показывать ежедневные заботы хлопоты может показывать какие-то мелкие траты решение любых финансовых проблем когда вам важно оставаться финансово на плаву потому что даже при возможностях хорошо зарабатывать деньги все-таки уходят по этой карте возможно кто-то даже рассматривает дополнительные возможности или подработку многие из вас могли бы зарабатывать больше если бы вы прошли определенные тренинги получили дополнительные знания чему-то подучились лишний раз лишний раз в чем-то отшлифовали бы свое уже имеющееся мастерство то что касается делового сотрудничества она будет может быть в работе вам кто-то предлагает помощь или к вам идут какие-то встречные предложения но вы не спешите их принимать вы о чем-то рассуждаете также думаете хотя возможности неплохие тем более что ваш расклад закрывается картой старшего аркана мира возможность решать что-то посредством интернета работать дистанционно у кого-то могут быть зарубежные коллеги партнеры друзья или родственники то есть явно для вас важно с кем-то общение издалека об этом говорит и карта звезд я не вижу чтобы в вашей жизни был застой даже если меня смотрят люди которые в силу каких-то причин пока не работают у вас нет такой возможности по двойке динария все равно к вам поступают деньги это небольшие деньги но и хватает на текущие нужды и центральная карта также говорит о том что кто-то из близких готов материально в меру своих сил и возможностей это небольшие деньги поддержать вас этими деньгами если меня смотрят те люди у которых есть открытые кредитные линии я вижу что есть сложности с отдачей закрытием долгов но отдавать нужно по чуть-чуть понемногу но отдавайте я вижу что вы скорее всего рассматриваете для себя на будущее еще какие-то дополнительные варианты скорее всего вам нужны еще какие-то деньги для каких-то важных больших проектов и на будущее возможно вы будете все-таки для себя рассматривать еще какие-то кредитные линии даже те у кого их сейчас нет если вы сейчас у банков берете определенные суммы показано что могут быть сложности с отдачей поэтому спешить с кредитами сейчас не стоит а позже возможно может быть вам приходится опять-таки своими финансами решать вопросы дома семьи и близких людей если говорить о каких-либо вложениях больших вложений я сейчас не вижу поэтому здесь я не вижу купли-продажи каких-то крупных объектов или вложения денег крупные объекты но в мыслях на будущее в планах такое есть давайте перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для семейных пар выпала карта старшего аркана повешенного и карта старшего аркана звезд две старших карты говорят о том что в доме тоже могут происходить очень важные события то что касается ваших отношений лично вы не чувствуете себя счастливыми я этого не вижу я вижу что вы пытаетесь гармонизировать пространство я вижу что вы стараетесь я вижу что вы пытаетесь быть благодарными вы философски рассуждаете о жизни вы стараетесь видеть в своем партнере какие-то хорошие качества но вам порой настолько бывает тяжело рядом с тем человеком который рядышком с вами что не хочется ничего не общения я не вижу здесь физической близости возможно вам постоянно в доме в семье чем-то приходится жертвовать ради того чтобы всем помочь в том числе и вашей второй половине по звездам ваша вторая половина довольно таки талантливый человек интересный для других но взор вашей второй половинки направлен куда-то во внешний мир но не на вас возможно вам и требуется какая-то помощь от человека который рядышком с вами но вы лишний раз ни о чем не хотите просить очень сложно по этим картам назвать отношения счастливыми хотя у кого-то они могут быть длиною в жизнь что интересно что их нельзя назвать и полностью не счастливыми потому что все-таки по звездам высшие силы ваши отношения сохраняют и помогают вам двоим это говорит о том что очень много пережито в прошлом что вы оба очень многое прошли вы научились мудрости вы научились терпению но стали ли вы от этого счастливее я вижу что даже те у кого действительно все так как я описала вы все равно переключаетесь на какое-то творчество на какие-то мечты на какие-то надежды для того чтобы перенаправить свои мысли в другое русло по звездам вы можете в чем-то развиваться и чему-то заниматься интересному не выходя из дома то что я вижу в вашем подсознании это финансы работа взаимодействие с другими людьми также и мысли о том что у вас неравноценное партнерство или брак кто-то в этом браке отдает гораздо больше сил и энергии один дает а второй просто получает если говорить о том что в подсознании вашей второй половинки это страхи страхи вас потерять с одной стороны с другой стороны желания вас удержать с другой стороны желание вас удержать это ревность это манипуляции хотя ваш партнер считает вы это терп Super возможно ваша вторая половинка считают, что у вас кто-то есть. Но при этом ваша вторая половинка тоже может быть далеко не ангелом. Хотя внешнее проявление – это благородство. Ну а теперь посмотрим, что у наших свободных дев. Для вас выпала шестерка Пентаклей, карта шестерки Мечей и карта Старшего Аркана Дьявола. Обратите внимание на то, что две подряд шестерки. Шестерки в вашем случае гарантируют стабильность, возможности, дополнительные ресурсы, неплохие заработки и возможность что-то улучшать и в доходах, и в работе. Вас могут ждать какие-то важные передвижения, встречи, дороги. Притом дороги могут быть как на близкие, так и на дальние расстояния. С этим связано очень много страхов. Страхи связаны и с работой, и с личными отношениями, и с будущим вообще. Но вот эти страхи вы также должны уметь в себе контролировать. Конечно, по дьяволу. Я вижу, что рядышком с вами есть люди, которые пытаются вами управлять, решать что-то за счет вас, пользоваться где-то вашей добротой. Для тех, кто на сегодняшний день встречается, то карта дьявола однозначно говорит о том, что в этих отношениях не двое, а как минимум трое. То есть, я вижу, возможно, состояние треугольников или даже четырехугольников. Ваш партнер или партнерша красиво вам что-то доносит, красиво преподносит себя, но здесь я не вижу полной искренности, полной открытости, полной доверительности, а вы в силу своей доброты пытаетесь человеку помочь. Поэтому не будьте настолько простодушными. Простота бывает хуже воровства. Не позволяйте кому-то себя использовать. но ощущение того, что вы делаете это абсолютно сознательно, даже где-то понимая то, что партнер может вами манипулировать. Для тех, кто в таких отношениях, я вижу, что есть огромная страсть, притяжение, сексуальное желание. Здесь фонтан эмоций. С другой стороны, вы стараетесь включать логику. Вы стараетесь рационально мыслить, но не всегда получается. Если вы продолжаете оставаться в свободном поиске, в вашу жизнь в этом периоде могут входить все-таки люди проблемные, люди двухличные, но при этом очень красивые и обаятельные. Поэтому проявляйте осторожность. Не спешите ни с какими выводами, вообще ни в каких отношениях. Просто получайте удовольствие от жизни и не старайтесь сейчас что-то планировать на будущее. И не старайтесь на чем-то или на ком-то зацикливаться. Думайте прежде всего о том, чтобы вам было комфортно в этих отношениях. Давайте все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто при работе и тех, кто без работы. Что еще вам нужно знать для тех, кто при работе? Для вас выпала карта старшего аркана, верховной жрицы, снова старший аркан. Конечно, эта карта может показывать некоторую нестабильность. Меня могут смотреть действительно люди, связанные с медициной. с философией, психологией. Действительно, люди очень способны в той сфере, которой вы занимаетесь. Но все равно двойственность. Вы до конца в чем-то не уверены. Может быть, вы сами считаете, что у вас в чем-то не хватает знаний, или вы считаете, что сколько бы вы ни учились, их недостаточно. Карта верховной жрицы может говорить о том, что вы в рабочей среде соблюдаете осторожность, с кем-то выдерживаете дистанцию или субординацию. Может быть, вы являетесь хранительницей чьих-то тайных, сейчас говорю о женщинах, чьих-то секретов. Может быть, вас интересуют чьи-то секреты, то, как работают другие люди. Здесь идет огромная работа с подсознанием, прекрасная интуиция у женщин, которую вы сможете применять в своей работе. Очень сложно по этой карте предугадать, что будет завтра. Вы постоянно задаетесь этим вопросом, но ни в чем не уверены. Возьмем для вас карту на совет. На совет выпала пятерка динариев. В работе, конечно, нужно что-то пересматривать. Финансовое поле достаточно слабое, хотя я вижу, что вы можете зарабатывать гораздо больше. Возьмем карту для тех, кто пока без работы. Что нужно знать вам? Для вас выпала девятка динариев. Карта материальная, и она может говорить о том, что либо у вас есть какие-то деньги накопленные, либо вас кто-то поддержит финансово, вы получите чью-то помощь. Может быть, у вас есть какой-то дополнительный источник дохода, который приносит вам прибыль. Без денег вы точно не будете. Для тех, кто активно работу ищет, трудности именно с той работой, которую вы для себя хотели бы, возможно, вам кто-то что-то и предлагает, но вы не спешите, потому что вам не совсем подходит то, что предлагают. Ну а теперь перейдем к скрытым факторам и посмотрим, что в них. В скрытые факторы для вас выпла десятка мечей, двойка жезлов и карта четверки жезлов. Десятка мечей, конечно, может говорить о том, что действительно у кого-то есть проблемы по здоровью. Карта может показывать крайнюю усталость или болезненное восприятие чего-то того, что происходит рядышком с вами. если говорить о здоровье, тут стоит привести в порядок и позвоночник, и проверить внутренние органы. Рядышком выпала двойка жезлов, которая говорит о том, что вы будете стоять перед какими-то вариантами выбора в рабочей сфере, может быть, в деловом сотрудничестве. Но важно то, что этот выбор есть. То, что касается вопросов здоровья, здесь тоже может предполагаться альтернативное лечение, но на все это нужны будут деньги. Далее мы видим четверку жезлов. Карта показывает заслуженный отдых, хорошие результаты, возможность что-то наладить в доме или в семье. По этой карте, возможно, вы что-то будете праздновать в тесном, небольшом кругу с самыми близкими людьми. У вас действительно также может появиться и возможность побыть больше одному или одной. Когда в уединении вы что-то читаете, вы что-то изучаете, вы что-то смотрите и, в общем-то, пытаетесь развиваться. На завершение этой недели выпала карта старшего аркана мира. Конечно, эта карта может говорить о том, что вам не захочется быть дома, то есть, скорее всего, вы будете вне дома. Но даже те, кто останется дома, ваши выходные могут быть очень интересными и насыщенными. Вы можете заняться творчеством, вы можете с кем-то общаться по интернету, вы можете что-то изучать. Если вы свои выходные спланируете заранее, они будут именно такими, как вы для себя спланируете даже лучше. Карта может показывать общение с другими людьми, но если вы захотите остаться в одиночестве и побыть одному или одной, вам никто не запретит. Ну, а теперь возьмем карту основного совета или карту форс-мажора. На основной совет выпала семерка жезлова. А эта карта может говорить о том, что у вас все-таки есть враги или конкуренты, или люди в отношении вас озлобленные. Может быть, вам с кем-то придется выяснять отношения, потому что от кого-то исходят претензии, и по этой карте я вижу, что вы кого-то ставите на место. Чего бы вопрос не касался, у вас преимущество. Поэтому вопрос по итогу решается для вас положительно. И так как это карта совета, она говорит о том, что если вы вот эти нападки ощущаете, не нужно кому-то молчать. От людей, с которыми вы не хотите общаться или не хотите иметь дело, вы просто должны суметь выстроить стену и не позволять кому-то вторгаться в ваше приватное частное пространство. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала семерка динариев. Эта карта дает ответ да, но она говорит о том, что нужно время. Скорее всего, уже очень многое вы делали для того, чтобы получилось то, что вы задумали. Может быть, по срокам понадобится больше времени, чем планировалось изначально, но возможности здесь хорошие. Во многом ваш вопрос зависит от вас самого, но я так понимаю, что вам все равно нужна будет чья-то помощь. Для женщин это мужская помощь. Давайте возьмем еще три дополнительные карты из ракула полной луны и спросим, что еще для вас необходимо знать в этом периоде. для многих из вас эти карты могут показывать какие-то приятные или радостные события, потому что первая выпала карта букета. Это может быть приятное общение в приятной компании, это может быть приятный отдых, это может быть для вас какой-то подарок, чье-то участие в вашей жизни. Тут явно прослеживается в отношении вас чье-то покровительство. Кто-то пытается вам помочь, но вы и сами по центральной карте можете для кого-то являться вот таким мощным и сильным покровителем. Могут решаться при этом какие-то рабочие или юридические вопросы. Здесь я вижу очень прочное положение в обществе успех и признание ваших заслуг другими людьми. И у вас действительно появится возможность отдохнуть или немножечко развеяться. Карты замечательные. На такой позитивной ноте и завершим ваш расклад. Я благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. Побольше вам сил и энергии на предстоящую неделю она вам пригодится, потому что я вижу, что у вас периодически ее нехватка. Я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры Субтитры Субтитры